Раньше, вот я помню, в 2000 году мы такой класс, например, открывали еще за год до реформы 12-летнего образования. Наша школа имела класс вместе с дошкольным учреждением номер 127. Утром детей принимали в 127 детском саду, затем они приходили на три урока в школу и опять уходили в детский сад. Здесь были определенные сложности, потому что в плохую погоду, когда дождь, снег, деток везти маленьких, это что-то пятилетки, в школу, а потом обратно. А речь идет о кратковременном пребывании. Значит, родители будут приводить в школу и забирать потом уже из школы детей. Скорее всего, это будет, наверное, до 12 часов. Там, скорее всего, 35-ти или 30-минутные уроки. А у руководителя, благодаря тому, что программа предусматривает финансирование, будет возможность не вот так с пустого, порожнего, а продуманно подготовиться к открытию и приему таких групп. Продумать закупку, не будет продумать ремонт. Я нашла вашу одну цитату, такую любопытную, тоже по поводу того, что в дошкольных учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации, для детей, родители которых не являются военнослужащими Министерства обороны Российской Федерации, будут также открываться какие-то группы. Что это взаимодействие? К сожалению, пока что мы пришли к соглашению, что только в поселке Кача, дошкольные учебные заведения, нам предоставляют определенное количество мест. По тем цифрам, которые нам дали наши коллеги, содержание ребенка в детском саду Российской Федерации будет нам стоить в три раза дороже, чем украинского сада. У вас 8 тысяч, по-моему, были? Да, где-то 33 тысячи, да, при 8 тысячах где-то в среднем по нашим детским садам. Поэтому удовольствие дорогое, но мера вынужденная, потому что в поселке Кача у нас нет другой возможности обеспечить наших граждан местами в дошкольных учреждениях. Я, если можно, хочу поблагодарить Галина Николаевна, она, являясь директором школ, очень хорошо рассуждает о проблемах дошкольных учебных заведений. Тоже ей, наверное, придется в этом принимать участие. Я хочу, это не случайно, и не только потому, что Галина Николаевна депутат городского совета активно поддержала принятие программы, о которой сегодня они рассказывают, наши коллеги. Дело в том, что мы создали при городском управлении образования экспертный совет. И Галина Николаевна член экспертного совета, и мы договорились, а вошли туда и депутаты, и руководители дошкольных учреждений, и родители, и представители общественности. И мы договорились до того, что наиболее значимые, наиболее, так сказать, резонансные решения, приказы мы будем выносить на обсуждение экспертного совета для того, чтобы мнение было учтено, мнение различных сторон, чтобы это решение было действительно взвешенным, продуктивным, и самое главное, чтобы его поддерживала как можно большая часть граждан нашего города. Поэтому и Надежда Михайловна представляет вновь избранный родительский комитет. Я считаю, что мы неплохо стартанули, мы провели уже ряд совместных совещаний, обсуждали проблемные вопросы, и сейчас мы занимаемся проблемой школ-интернатов совместно с родителями, совместно с экспертным советом, с медиками, со специалистами другого профиля. И я хочу просто еще раз сказать нашим уважаемым телезрителям, что не надо беспокоиться о принимаемых решениях, они все будут направлены на благо севастопольцев. И я вас заверяю, не будет никаких скачкообразных вопросов, но будет твердая, последовательная политика по обеспечению наших граждан теми услугами социальными, которые им должны быть предоставлены в плане дошкольного обучения и воспитания. Конечно, здесь напрашивается такой вопрос, не приведет ли реформирование к ухудшению действующего на сегодняшний день, пусть может быть и плохенького в чем-то механизма дошкольного образования, но все-таки я пытаюсь обратиться еще к мнению наших телезрителей. У них также есть опасения. Послушаем. Я в свое время тоже занималась плаванием, знаю, как это полезно для здоровья, для осанки. И хочу задать вопрос. Ведь будут ли функционировать бассейны на базе 128, 118, 123 детских садов? Будут ли они финансироваться и смогут ли туда ходить дети, посещающие детские сады всех районов? Я очень рада, что мой ребенок, приходя в детский сад, имеет возможность заниматься с такими узкими специалистами, как учитель хореографии, учитель изобразительной деятельности, находясь именно в детском саду. И мне хочется узнать, сохранится ли финансирование этих ставок, и будут ли дети и дальше заниматься изобразительной деятельностью и хореографией. Спасибо. Такие неожиданные вопросы тоже нам пришлось услышать. Ваша реакция на услышанное? Реакция пока никакая. Причина состоит в том, что мы действительно бы и не против все это сделать. Но учитывая то, что у нас сегодня не хватает столько мест в детских садах, столько садиков надо восстановить, чтобы люди могли этими садиками пользоваться, мы стоим перед выбором. Или сегодня, грубо скажем, ремонтировать бассейны и давать, там, не знаю, там сказали, 128 садика возможность плавать, или восстанавливать садик в поселке Гресс, или восстанавливать садик в селе Фронтовом. И мы делаем выбор в пользу восстановления садиков. Ну, просто причина состоит... Можно я скажу одну страшную вещь? Вот вы задаете вопрос? Вы не представляете, насколько проще не заниматься этим вопросом? Вот если бы я сегодня пришел сюда и сказал, уважаемые товарищи, денег нет, мы будем думать, как решать эти вопросы. Все спокойно, никто не возмущается, все понимают, что денег нет. Мы поставили другую задачу. Как при этих ресурсах, которые сегодня имеет город Севастополь, мы обладаем какими-то ресурсами, но больше их нет, к сожалению, изменить ситуацию. Как сегодня действительно дать доступность, вот сделать посещение ребенка в садике, ну, село Фронтовое. Куда вы с село Фронтового повезете ребенка? Ну, расскажите, пожалуйста. Или взять, ну, КГРС, который отдельно стоящий у нас поселок и так далее, и так далее. То есть это значительно сложнее. Я поверю, вот сидит рядом Круглов, вот если бы он оставил все как есть, был бы хорош. Сейчас только идет всяких его адрес, серьезных замечаний, там администрация критикует. Еще раз говорю, все деньги детского дошкольного образования остались. Мы добавили этих денег. Понимаете, да? Насчет как раз озабоченности родителей, там хореография, плавание, живопись. Я считаю, что вот как раз вот садики отдаленных, вот сельских, вот там должны быть такие, допустим, единицы. Потому что вывести ребенка даже по деньгам трудно, понимаете? Очень трудно оплатить вот этот... А вообще-то, дорогие товарищи родители, я считаю, что развивать ребенка, прививать ему вкус, умение рисовать, танцевать, петь, это непосредственно наше дело. И у нас в городе Севастополе очень хорошо развитые возможности научить ребенка танцевать, петь, читать стихи, играть на сцене, плавать. Поэтому, товарищи родители, давайте не все будем сваливать на государство. Давайте 50 хотя бы процентов возьмем на себя, подсуетимся, подзаработаем и отправим ребенка к Елизарову, к Мамонтовой на вокал, ну или в художественную школу. Вы сказали, где за деньги? У нас же какая сеть без денег работает. Ну вот, давай с детства и юности. Да. Понятно, да? Сколько у нас... У нас действительно развита система дошкольного образования. Детский и юношеский спортивный. А сейчас наведете порядок там? Детский и спортивный. Вот детский и юношеский. Мы идем, мы идем. Дайте немножко времени. И там будет возможность этим бесплатно получать. Еще раз. Но самое главное, что я бы хотел, чтобы услышали все родители. Мы все деньги, которые дается система дошкольного образования, сохранили. И мы их нарастили. Понятно, да? Но я дальше должен сказать, что для меня сегодня ребенок, который не может попасть в детский сад, он на первом месте. Поверьте, для меня я понимаю, что очень хорошо, когда есть хореография. Я понимаю, что хорошо, когда есть пить. Но ребенок... Вот я всегда представляю себе ребенка, который смотрит на меня глазами и говорит, я не могу попасть в детский сад и к дяде. Что вы для этого сделать? Вот для меня, вот как сегодня руководители говорят, это задача номер один. Я должен вот именно думать о городе. У нас большой город, с большой территорией, в каждом регионе, чтобы такая возможность была. Вот я скажу опять. Критикуют меня, значит, Круглова критикуют. Мы какую задачу сказали? Мы сказали, товарищи дорогие, ну, взять Байдарскую дорогу. Мы садик, то есть школы там, которые сельские были, небольшие, в которых училась там по два ребенка. Мы эти школы перевращаем в учебно-воспитательный комбинат. То есть дети там идут в садик и идут в начальную школу. Дальше детей будем возить. У нас достаточно автобусов. У нас приличная 47-я школа, в которой есть соответствующий педагогический коллектив. И при этом мы заботимся о ребенке. Потому что ребенок должен получить достаточно образования. И в то же время, маленький, куда надо везти? Надо везти себе в село. Понимаете, его же не надо, извиняюсь, с тригодика везти на автобус, как у нас сегодня получается. Вот мы везем в 1 мая. И ребеночек там, значит, 25 минут, он едет на автобусе. Это неправильно. Но мы, естественно, что и в этой ситуации там, значит, учителя говорят, нет, это вот неправильно. Вот давайте оставляем. Нет. Вот не получается так, что, понимаете, чтобы просто все остались при своих. То есть главное это ребенок. Ребенок, вот маленький ребеночек родился в Севастополе, вот мы его повели по жизни. Отдавая там руки родителей ваши, потом родителей в школу, потом принимая взрослого на производство и так далее. Давайте еще, наверное, послушаем. Так сказать, мы так подумали о тех вопросах, которые сейчас будут звучать. Наверное, где-то в разрезе социальных ожиданий. Где можно поближе познакомиться с региональной программой развития дошкольного воспитания в городе Севастополе? По договору с университетом мне нужно в городе Севастополе отработать 3 года. Возможно ли решить вопрос о предоставлении жилья молодому специалисту? Будет ли в дошкольных учреждениях проводиться модернизация учебного процесса, так же, как и в школах? Заработная оплата работников образования невысокая. Будут ли организовываться дачные кооперативы и выделяться земельные участки для заслуженных работников образования? То есть это вопросы тех, кто с детьми? Для детей поговорим. Давайте, вы начнете. Я начну с того, что скажу, где можно ознакомиться с программой развития дошкольных учреждений. На этой неделе она появится на сайте Управления образования и науки города Севастополя. До этого мы публиковали в ряде наших газет при подготовке к сессии. Мы публиковали в севастопольских известиях по окончанию сессии. Но поскольку газета не всегда, как говорится, сохраняется, я думаю, что все желающие могут ознакомиться буквально в ближайшее время, войдя на наш сайт Управления образования. И там эта программа будет опубликована, так сказать, в полном объеме. Поэтому, пожалуйста, если у кого-то возникнут вопросы, пожалуйста, у нас по средам приемные дни, любая консультация, любое разъяснение, как правило, мы в другие дни принимаем, отвечаем на телефонные звонки без всяких ограничений. А вот социальные такие вопросы, зарплата, жилье, земля для педагогов, тема ли нашего разговора? То есть с каким настроением эти педагоги, не имея всего этого, воспитывают детей? Буквально, наверное, коротко, что даст этим делать. Такого порядка, потому что, я не знаю, может, Валерий Владимирович найдет ответы на некоторые вопросы. Ну, что я хочу сказать? Ну, давайте, я действительно не буду уходить от прямых вопросов. Первое. Значит, общежитие. Конечно, надо реально строить вот нам общежитие, хотя бы там для молодых специалистов, которых есть. Но мы, наверное, пойдем следующим путем. Значит, вот мы в этом году занимаемся, тоже сейчас, как говорится, свои и не есть нюансы, с тем, чтобы действительно начинать реализовывать программу, значит, ну, как я ее называю, муниципальное жилье. Мы сейчас выйдем на сессию с этим программой, которая первая задача ставится, чтобы она строилась за минимально возможные деньги. Вот сегодня цифра, вот я говорю, текущего дня, квадратный метр там обходился 4200 гривен. Значит, вторая задача, которую я перед собой ставлю, значит, внедрять механизм компенсации. Вначале, может быть, там, ну, я установлю 25-30%, чтобы городской бюджет для работников в бюджетной сфере. В первую очередь, меня, естественно, волнует работники образования, медицины, культуры. Ну, вот это мое уведение, понимаете, вот как и странно, я за это отвечаю. По мере наращивания денег в бюджете доводить эту цифру компенсации до 50%. Ну, и надо иметь какие-то социальные общежития, потому что, ну, есть моменты, которые просто не решаются, и все эти вопросы надо решать. К сожалению, другого пути не будет. Причина состоит в том, что, ну, еще раз говорю, деньги в бюджет, они позволяют решать эти вопросы. То, что сегодня делается в государстве, значит, те реформы, которые делает президент Украины, те реформы, которые мы делаем на местах, они преследуют вообще-то одну цель. Цель простая, чтобы люди жили богаче. Меня опять волнует бюджетная сфера, потому что, ну, если сказать честно, откровенно, ну, вот кто мои люди, я так беру это в кавычки, мои люди, это бюджетники и пенсионеры. Я за них отвечаю, там, и так далее, и так далее. Живут недостойно бедно. Если мы сегодня, условно говоря, опять, вот мне когда говорят, а когда бюджет начнет строить там жилье и так далее, ну, если быть честным, наверное, прямой ответ в прямом никогда. Почему? Главная задача бюджета состоит в том, чтобы повысить зарплату. Зарплату наших учителей, зарплату наших врачей и так далее. Это главная задача бюджета. Люди должны получать зарплату и иметь возможность вкладываться в это строительство. Ну, хотя бы, как я сказал, по какой-то схеме. Но, тем не менее, я вопрос социального общежития, мы не снимаем. Сейчас будем смотреть, планировать следующий год, уже будем проектировать все эти моменты. То есть, надо этот вопрос решать и смотреть. Теперь, ну, очень интересный вопрос, который называется по участкам. Это для меня очень больной вопрос. Я сейчас попытаюсь объяснить, почему. Потому что город Севастополь имеет ограниченную территорию, значит, вообще ограниченную территорию. Значит, сегодня по генеральным планам мы все участки выделили. Вот то, что было предусмотрено генеральным планом, все участки выделили. Значит, у нас вот кажется такая территория большая, ну, скажем, 27 тысяч, даже больше, там, 32 тысячи гектаров леса, 27 тысяч гектаров занимают лесные хозяйства. Вот когда вы сейчас посмотрите территорию города Севастополя, выяснилось в любопытный момент, то, что по генеральному плану было предусмотрено для индивидуального средства дачных участков, мы выделили.